Республика Южная Осетия признана частью мирового сообщества не только в ее сухопутных границах. Государство Алания обладает суверенитетом и в своем воздушном пространстве. Вне нашей юрисдикции остается только космос, на который проецируются контуры карты Республики Южная Осетия. Все, что пролетает в небе над нашей территорией, по общепринятым правилам должно передвигаться в воздушном пространстве с дозволения республиканских государственных органов. 6 апреля 2021 года Министерство иностранных дел Республики сделало специальное заявление по поводу нарушений воздушного пространства Южной Осетии. В сообщении МИД Республики указывается, после того, как 8 ноября 2019 года Грузия присоединилась к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве, предполагающему использование свободной маршрутизации воздушного пространства. Резко участились случаи нарушения воздушного пространства Республики Южная Осетия со стороны участников международных авиационных полетов. При этом внешнеполитическое ведомство опирается на сведения компетентных органов Республики, согласно которым в период с 1 января по 4 апреля 2021 года в воздушном пространстве Республики Южная Осетия зафиксированы 133 полета иностранных воздушных судов на высотах от 9000 метров. В том числе в январе 35 случаев, в феврале 69, в марте 28, в апреля один случай. Министерство иностранных дел Республики выражает свою крайнюю обеспокоенность фактами данных полетов, несущих потенциальную угрозу безопасности Южной Осетии. Не вызывает сомнений, что Грузия пытается использовать указанное соглашение в качестве политического инструмента для легитимации своих незаконных притязаний. Республика Южная Осетия – суверенное независимое государство и не является частью Грузии, равно как и не обременена обязательствами по соглашению о Европейском общем авиационном пространстве, и посему расценивает любые полеты над своей территорией, не иначе, как грубое нарушение суверенитета страны, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Необходимо отметить, что в сообщении указывается на пролет гражданских воздушных судов. Если бы это были летательные аппараты военного назначения, то заявлением занималось бы другое ведомство. Тем не менее, нарушение воздушного пространства является нарушением по факту, вне зависимости от типа самолета или вертолета. При этом правовое регулирование в данной сфере должно осуществляться вне зависимости от того, признала или нет нашу независимость страна, которая прокладывает маршруты своих самолетов над нашей территорией. Государство обладает полным и исключительным суверенитетом своего воздушного пространства и имеет право разрешать или запрещать любые полеты над своей территорией. Здесь необходимо уточнить, что упомянутое в заявлении МИД Республики Южная Осетия соглашение подразумевает возможность использования воздушными судами всех стран маршрутов над территорией стран Южного Кавказа. То есть, любая авиакомпания может пролетать над странами этого региона без ограничений, лишь предварительно согласовав точки входа и выхода своих воздушных судов. Понятно, что большинство авиакомпаний представляют страны, которые считают Республику Южная Осетия до Юри территории Грузии и согласовывать с Синвалом свои действия не намерены. Но ведь их самолеты над нашей территорией летают до факта. Поэтому либо придется как-то решать этот вопрос официально, либо менять маршруты в сторону от территории государства Алании. При этом последний вариант предпочтительнее. И вот почему. Все мы знаем о судьбе Боинга малазийских авиакомпаний, сбитого в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики в 2014 году. А поскольку пассажирский самолет был поражен средствами ПВО над территорией Донецкой Народной Республики, то и ответственность за этот инцидент была возложена на власти молодой республики. При этом зенитные комплексы БУК, ракета которого поразила пассажирский самолет, стоят на вооружении именно Украины. Поэтому здесь возникает резонный вопрос, что остановит грузинских военных от соблазна запустить ракету над пролетающим над нашей территорией пассажирским самолетом какой-нибудь ближневосточной авиакомпанией. Если возникнет необходимость в создании очередного витка напряженности, в Тбилиси даже не станут раздумывать. С учетом этой опасности, будет правильным, если в адрес иностранных авиакомпаний уже будут направлены письма с требованием изменить маршруты своих полетов. Возможно, что озвученные выше предположения покажутся кому-то из наших зрителей неуместными. Но давайте вернемся на несколько лет назад. 12 сентября 2006 года в республику прибыли послы ряда европейских стран и США в Грузии. В состав делегации входили посол Франции Филипп Лефор, посол Германии Патрисия Флор, посол США Джон Тефт, посол Великобритании Дональд Макларен, посол Италии Фабрица Романа, а также глава миссии ОБСЕ в Грузии посол Рой Риф. Разговор западных представителей с юго-осетинским руководством состоялся на необычную тему. Глава американской дипломатической миссии Джон Тефт выразил протест по поводу имеющейся у посольства США информации, согласно которой юго-осетинские подразделения намеревались сбить вертолет с делегации американского сената во главе с сенатором Мак Кейном. Представители США летели в грузинскую горную провинцию Сванетю и, по мнению Тефта, визитерам из Вашингтона угрожала серьезная опасность на маршруте полета. Очевидно, посла США Джон Тефта ввела в заблуждение карта Грузии. Ведь если провести прямую линию от Белиси до аэродрома имени царицы Тамары вместе с Ваните, то она пройдет аккурат над Схинвалом. Но в воздушном пространстве республики гражданская и военная авиация Грузии в это время уже не летала. Запрет на полеты был определен решением СКК от 30 июля 2002 года. При этом, возможно, опасения Тефта были вызваны в первую очередь тем, что, понимая сумасбродность Саакашвили, он допускал желание лидера Грузии ради создания нового витка напряженности послать вертолет с Маккейном и товарищами специально над Схинвалом и был готов к такой сакральной жертве. Ведь знали же и украинские диспетчеры, что летать над территорией Донбасса, где идут интенсивные военные действия, опасно. Тем более, что ранее здесь уже были сбиты истребители украинских военно-воздушных сил. Но полет малазийского Боинга не был отменен, и пассажиры стали заложниками политики Киева и его западных покровителей. То, что Михаил Саакашвили мог пойти на организацию подобной провокации, не вызывает сомнений. Тем более, что ранее он был готов пожертвовать даже родными. Летом 2004 года, несмотря на предупреждение, Миха послал свою супругу Сандру Руловс посетить грузинонаселенные села ущелья реки Большая Ляхва Южной Осетии. И добиралась туда первая леди Грузии также на вертолете. Хотя была реальная опасность, что винтокрылая машина будет сбита. Кстати, спустя пару месяцев по предполагаемому маршруту на вертолете над территорией Республики Южная Осетия пролетела делегация с министром обороны Грузии Ираклием Акруашвили. Вертолет был обстрелен, и пилоты совершили аварийную посадку на приграничной грузинской территории. Вывод из всего изложенного, надо сделать так, чтобы над нашей территорией вообще не летали иностранные летательные аппараты. От греха подальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok